Меры поддержки и развития бизнеса. Еще целый ряд предложений воплотился в конкретные решения. Что это за решение? Узнаем прямо сейчас в программе «Вовремя итоги». В гостях у нас Дмитрий Болтрушко, министр экономического развития, и Сергей Бобров, уполномоченный по правам предпринимателей. Здравствуйте. Здравствуйте. Уважаемые гости, предлагаю начать, наверное, с самого важного. Давайте про деньги поговорим. Дмитрий Сергеевич, я знаю, что первые два этапа помощи из России нашим предприятиям, которые отправляют сельхозпродукцию в Россию, уже получены. И готовится поездка третья в Россию. Все верно? Да, действительно, механизм стимулирования экспорта предпринимательской продукции в Российскую Федерацию работает. Он доказал свою жизнеспособность и в ближайшее время, надеюсь, докажет и свою эффективность. Два этапа уже завершены, и в ближайшее время мы ожидаем третий этап работы данного механизма. В ближайшее время планируется поездка в Российскую Федерацию для обсуждения нюансов по данному механизму с соответствующими ведомствами, с нашими коллегами российскими. И думаю, что в течение месяца мы можем ожидать и третий этап поддержки. Дело очень важное, учитывая, что поступает прямая финансовая помощь, то, что особенно остро нужно и особенно сейчас нашим предприятиям. Помогает ли это переориентировать, ну как бы компенсировать те проблемы, которые возникли на российском рынке? Безусловно, это дает возможность нашим экономическим агентам, экспортирующим продукцию в Российскую Федерацию, большее поле для маневра в части договорных отношений с контрагентами. То есть они могут маневрировать ценой в больших размерах, нежели это было ранее. Безусловно, это в среднесрочной перспективе скажется на объемах отгрузки в Российскую Федерацию. Мы в этом не сомневаемся. Ну вот известно, что самый большой получатель это Квинт, из тех, кто отправляет сельхозпродукцию, алкогольную продукцию, консервные заводы наши. Да, это те предприятия, которые подпадают под действия ограничений, которые юридически накладываются на Республику Молдова, но учитывая отсутствие международного статуса и косвенно затрагивают интересы экономических агентов Приднестровья. Так вот, вот эти ограничения данным механизмом, они нивелированы. При этом даже был первый этап, была оказана помощь тем предприятиям, которые отгружали свою продукцию и уже работали с 2014 года, когда фактически эти ограничения были введены. То есть помощь была оказана постфактум за предыдущие поставки. Соответственно, это дополнительные денежные средства, которые были направлены, надеюсь, и эффективно использованы менеджментом данных предприятий. Ну что ж, это хороший показатель работы правительства. Сергей Константинович, я знаю, что также ведется работа в части финансирования, в части кредитования, которая больше имеет отношение к малому бизнесу, по системе залогов. На какой стадии, я знаю, что с президентом вы обсуждали этот вопрос? Да, действительно, на сегодняшний день стоит проблема перед особенно мелким средним бизнесом, как не имеющим возможности обеспечивать кредитные обязательства по получению, скажем так, длинных дешевых денег. То есть их просто залога нет? Да, просто нет залога, да, то есть нет каких-то обеспечений для обеспечения банковских нормативов и так далее. Поэтому вопрос разработки механизма обеспечения льготного кредитования субъектами малого и среднего предпринимательства на сегодняшний день достаточно актуален. Принято решение создать структуру, которая будет выступать поручителем по обязательствам субъектов малого и среднего бизнеса. Да, государственная структура, при этом наделив ее, соответственно, функциями определенного контроля за деятельностью данных субъектов предпринимательства. Такой же принцип, я так понимаю, как банк сельхозразвития, который берет на себя, а через другие банки он контролирует возможность возврата и этот механизм показал себя очень неплохо. Многие предприятия пользуются такими кредитами. Даже так, сельское хозяйство подняли. Тогда речь шла исключительно о выдаче денежных средств. То есть, речь шла о том, что Российская Федерация в свое время оказала помощь и в 2008, и в 2011 году, то есть денежными средствами. Под эти денежные средства, естественно, и Фонд Госрезерва, и банки, уполномоченные банки, через которых оказывается помощь, они требуют залоговое обеспечение. И, ну скажем, там и льготные ставки, там немножко другой механизм предоставления этой поддержки. Здесь же речь идет о предоставлении гарантий и залогов. Того, чего у начинающих предпринимателей малого бизнеса может в принципе не быть. Ну это тоже условие получения денег. Да, когда для получения кредита нужно заложить там квартиру свою, то это дело такое рискованное. Ну и банки ее будут и оценивать по минимальной стоимости. И эта, скажем так, перспектива лишиться жилья, она может в негативной стороне сказаться на экономической активности того или иного субъекта. Ну практически всегда на всех встречах, совещаниях, что мне удается присутствовать, предприниматели поднимают вопрос кредитования по возможности длинных, по возможности дешевых кредитов. Это тема вечная. И залоги, да. Конечно, вот здесь вот самая такая проблема как раз таки кроется в части залога. Привлечение денежных средств, это сложно, но оно есть кредитование и тот же фонд госрезерва для цели развития малого предпринимательства кредитует. Но проблемы как раз таки с залоговым обеспечением и то, та мера, о которой рассказал Сергей Константинович в рамках беседы с президентом, это очень актуально. И думаю, что будет востребовано. Ну я так понимаю, что наши возможности финансовые государства в известной степени ограничены, тем более сейчас. Довольно много мер поддержки делается, ну как бы такие косвенные меры поддержки, которые как бы малые шаги, которые во что-то выливаются. Во что они сейчас выливаются? Какие новые предложения есть по упрощению административных барьеров, по изменению условий? Ну комплексно, скажем так, импульс работе по снижению административно-технического давления на бизнес президент придал в начале этого года. Вот собственно и создали механизмы полномочного по правам предпринимателей и отменили проверки для бизнеса на 2016 год и для индивидуальных предпринимателей. Соответственно, из последнего, так скажем, мы уже до 1 ноября было поручение упростить отчетность и статистическую отчетность. Уже мы отменяем 8 отчетов, по 3 отчетам будут изменены сроки предоставления отчетности и 28 отчетов не нужно будет носить в 2 ведомства, как это было ранее. Не дублировать. Не дублировать. Это такие краткосрочные меры. Мы рассматриваем также еще идею того, чтобы не проводить сплошное обследование малого бизнеса, а проводить выборочное. Для того, чтобы из генеральной совокупности, делая выборку, сейчас проводятся аналитические мероприятия, для того, чтобы не получилось, если не будет существенных искажений по результатам, например, деятельности за 2015 год, то мы перейдем на эту форму взаимодействия. И тогда у, наверное, 4 компаний из 5 отпадет необходимость сдавать вообще эту статистическую отчетность в течение года. То есть принцип статистиков. То есть не надо всех проверять, то есть получать информацию обо всех можно? Не сплошное, а выборочное обследование. А такая мера действует в каких-нибудь других странах? В Российской Федерации такая мера, там выборочное обследование, потому что, ну представьте, то количество хозяйственных субъектов, которые есть в Российской Федерации, если сплошное обследование проводить, нужны и людские, и технические ресурсы мощнейшие. Вот мы сейчас, если у нас не будет существенного искажения по данным за 2015 год, мы сейчас делаем соответствующие расчеты, то мы надеемся, что в ближайшей перспективе попробуем перейти на выборочное обследование. Это существенно, это вот такая радикальная мера, которая упростит сдачу отчетности. Кроме того, сейчас, уже буквально сегодня было принято решение о том, что товарный отчет для микропредприятий, для торговых предприятий, он из количественного выражения переходит в суммовой. То есть, было очень много нареканий о том, что предприятиям каждый месяц необходимо составлять отчет, в котором прописывать каждый отдельный товар, отдельную позицию. То есть, конфеты такие, да, жвачку, чупа-чупс и так далее, тому подобное, поединично. Сейчас, учитывая тенденцию по сокращению барьеров и ведению бизнеса для активизации экономической активности, мы для микропредприятий переходим на суммовое выражение, как это было сделано ранее. При этом, конечно, будут определенные издержки у контролирующих органов и способности, в части способности формирования доказательной базы, там, неоприходования товаров. Эти издержки известны, но, скажем так, для соблюдения баланса вот это решение принято и в ближайшее время оно будет уже официально опубликовано. Сергей Константинович, вам как слово, как представителю бизнеса, да, ну, то есть, человек, который отвечает за интересы бизнеса, насколько это большая проблема, вот, отчеты, отчетности, ну, все равно же это делается. Вопрос, проблемы, просто человек, начиная вести свое дело, основная его цель, да, это предпринимательство. В результате, по тому количеству бумаги, отчетов, которые на него наваливались, он не столько занимался ведением бизнеса, сколько составлением этой отчетности, либо должен был тратить достаточно большие средства на содержание какого-то аппарата помощников, которые эти отчеты бы помогали создавать, формировать, генерировать, сдавать и так далее. Это и прямые финансовые затраты в том числе? Безусловно. Я всегда привожу этот пример, когда, на самом деле, вот то, что говорил Дмитрий Сергеевич, сейчас рассматривается вопрос по изменению механизма сдачи экологической отчетности, так как это связано с экологическими платежами, но, по сути, содержание аппарата создания данного отчета, с одной стороны, со стороны предпринимателя, и, с другой стороны, прием и проверка этих отчетов со стороны сотрудников госорганов, гораздо более затратные, чем та сумма налогов, которая по результату этих отчетов уплачивается. То есть, платежи практически нулевые, а беды? Да, а затраты достаточно серьезные, поэтому, безусловно, это такой нонс, который надо устранять, это перекосы и перегибы. Но, в целом, как я уже отмечал, принцип добросовестности нашего предпринимателя все-таки уже начинает ложиться в основу вот этого взаимодействия между государственными органами и предпринимательским сообществом, что, безусловно, является положительным. Мы исходим из того, что наш предприниматель – это добросовестный субъект хозяйственной деятельности. Презумпция невиданности. Да, но, конечно, переход именно к такому, на мой взгляд, даже правильному восприятию предпринимателя, он должен в том числе сопровождаться усилением ответственности для тех индивидуальных предпринимателей, и индивидуальных предпринимателей, и юридических лиц, которые могут злоупотребить такого рода подходом. То есть это выгоднее работать по прозрачному? Ну, знаете, во многих странах наказание или штрафы за несоблюдение законодательства выше, чем у нас. И меры ответственности являются гораздо более серьезными. И это, в свою очередь, с прозрачным подходом и правильным подходом со стороны госорганов вкупе приводит к положительному эффекту. Ну, с другой стороны, если излишняя забюрократизированность, это тоже, ну, как бы, фактор, который, ну, человек ищет, как попроще это все дело обойти, в том числе и… Безусловно, но дабы не было злоупотреблений, то справедливо и упрощать деятельность предпринимателей, и может делать ее менее контролируемой. Но, с другой стороны, в случае, если попался, то будь добр, тогда заплати. В полной мере. Да, в полной мере. В полной мере. А нельзя ли, вот, допустим, очень много говорится про экологическую отчетность? Нельзя ее просто отменить? Прорабатывали этот вопрос, действительно, хотели в короткий период отойти от вот тех проблем, о которых сказал Сергей Константинович, но экологическая отчетность, в отличие от статистической, она основана на законодательстве об экологических платежах, загрязнении окружающей среды и так далее. Поэтому, для изменения самой отчетности, необходимо менять законы. Это долгая процедура. Это не всегда быстрая процедура, но по этому пути ответственный орган уже идет, Министерство сельского хозяйства. Была внесена инициатива о сокращении отчетности и, в целом, об изменении механизма взимания платежей с передвижных источников загрязнения. То есть, техника. Да, фактически, если раньше субъектами налогообложения были юридические лица, индивидуальные предприниматели, которые имели во владение, то этот автомобиль, например. То есть, каждый фермер. Да, да, да. То сейчас уже переходят на то, что уплачивать эти платежи будет импортер топлива. Соответственно, у нас круг субъектов сужается с неограниченного количества, там, 2-2,5 тысяч предприятий и индивидуальных предпринимателей до, фактически, 15 импортеров. При этом, да, при этом стоимость топлива уже была рассчитана, вырастет, там, по-моему, на какие-то незначительные доли процента. Соответственно, вот в таком ключе, именно используя вот эту практику, надо двигаться и дальше. И уже есть конкретные предложения в Министерстве сельского хозяйства, которые, я думаю, что в обозримом будущем будут вынесены. И по примеру передвижных источников загрязнения перейдем и к другим платежам. Там основные платежи вода, вода, газ. И действительно, следует упрощать и гармонизироваться с Российской Федерацией в этом отношении, потому что там ушли вперед значительно. Там для микропредприятий, для малого бизнеса в этом контексте сделаны послабления, то есть расчет упрощен до примитива. Не получится так, что, ну, все понимают, да, когда речь идет об интересах шерифа, то возникают проблемы с депутатами. Здесь, получается, если шериф, как известно, один из крупных поставщиков топлива, не столкнуться, не будет ли конфликт интересов? — Скажем так, та сумма налогов, собираемая сейчас, я уже объяснил, что на цену топлива она повлияет от одной до пяти копеек, точно сейчас не помню. То есть изменения будут крайне незначительные. Просто вместо того, чтобы взимать этот налог и отчетность сдавали две тысячи, две с половиной тысячи хозяйствующих субъектов, то теперь это будет делать 15 импортеров, у которых есть соответствующий штат, соответствующие подготовленные специалисты. Для них это не составит никакого труда это сделать. — Хорошо. Какие-то еще предложения выносятся в виде законодательных инициатив? То есть именно такие кардинальные значительные изменения? — В части законодательства есть определенные инициативы и депутатские инициативы. Здесь, конечно, следует правильно подходить к той поддержке, которую мы пытаемся оказывать. Нельзя, на мой взгляд, учитывая, что у нас существенный дефицит бюджета, то возможности государства, они не безразмерны. Они и так сужены до невозможности. Поэтому предоставление льгот всем и вся, оно будет неэффективно, раз, и второе, не принесет того, у нас нет возможности. Это ущемит права других субъектов, получателей, скажем так, государственных, государственной помощи. — Тем не менее, точные меры поддержки делаются, в частности, по сельским предприятиям, которые работают в сельском месте? — Да, есть предложение, и в ближайшее время оно будет воплощено в жизнь по снижению стоимости газа и электроэнергии для предпринимателей, работающих в селах. Уже комитетом цен проводится соответствующая аналитика по снижению поступлений, но для активизации экономической активности именно в сельской местности эта мера, думаю, будет эффективной. — Сергей Константинович, а там большие проблемы? Ну что там, свет, газ — это то, чего нет в селах газа? — Во всяком случае, на встречах со стороны предпринимателей действительно озвучиваются такие вопросы. Не то, что там нет, большие проблемы именно с подводкой коммуникации, то есть кроме... — То есть надо сеть тянуть, получается, в этом проблема? — Да, да. Есть еще и проблемы по подключению, поэтому со стороны президента тоже была поставлена задача, сейчас совместно с Минрегионом развития этот вопрос прорабатывается в части облегчения самой процедуры, подводки коммуникации, отработки проектов и так далее. То есть это для сельского предпринимателя все-таки достаточно затратная часть. Если города у нас, места ведения бизнеса оборудованы, элементарно свет, вода, газ, канализация, — Да, да, фактически все есть, да, то в сельской местности начинать приходится фактически в чистом поле, потому что за время развала сельского хозяйства, конечно, коммуникации пришли в достаточный упадок, и сейчас этот вопрос стоит просто. — А есть такая потребность снизу, так скажем? — Безусловно, все эти мероприятия и все эти предложения исходят как раз таки. У нас есть и совет по развитию малого предпринимательства, и в рамках совета созданы межведомства и рабочие группы, где предприниматели высказывали свои предложения. Кроме того, на встречах президента с представителями малого бизнеса, да и в целом с гражданами республики, эти вопросы поднимаются, и отдельные предложения мы прорабатываем и уже воплощаем их в жизнь. Эта работа, скажем так, перманентная, она не должна никогда останавливаться, нет предела к совершенству. — Президент акцентирует внимание на то, что особенно в селах тяжело найти работу, и создание таким образом, ну, стимулирование, поддержка, создание рабочих мест, особенно в селах, особенно важно. Вот в этой части, я так понимаю, что готовится предложение по, как бы, по тарифной поддержке сельских предприятий. — Собственно, то, о чем я и говорил, снижение стоимости газа и электроэнергии. — А когда это будет известно? — До 20%. Думаю, что в течение двух-трех недель на заседании правительства, если это все будет согласовано с соответствующими ведомствами, это решение будет принято и до Нового года вступит в силу. — Ну вот совсем недавно также вступило в силу еще одно, там не одно, там несколько направлений, которые приняты по линии Минрегионразвития. Давайте на эту тему посмотрим небольшой сюжет. В частном секторе, как и на небольших предприятиях, используют вот такие котлы. Каждый год за их поверку и техобслуживание предприниматель платит по 177 рублей, плюс еще по 18 рублей за снятие и установку сигнализаторов газа. — Мы пришли к выводу о том, что можно снизить в структуре цены работы на 25%. Это будет сделано уже буквально с понедельника. Задача стоит просто, скажем так, окупить расходы, но не зарабатывать на предпринимателях или на гражданах на поверке. Даже больше скажу, граждане сегодня пользуются этой услугой бесплатно. То есть съем сигнализатора поверк осуществляется за счет средств трансгаза. Что касается предпринимателей, опять же, цена составляла 177 рублей, и мы ее уменьшили, насколько могли. На небольших предприятиях и у населения обычно стоят котлы небольшой мощности до 50 кВт. В отличие от газовых колонок, котлы практически не выделяют в помещение ни угарного газа, ни метана. То есть они сравнительно безопасны. Поэтому решено, что если есть вытяжка, то установка сигнализаторов газа больше не будет обязательной. Вот это газовый датчик. А такие приборы стоят свыше тысячи рублей, говорит замминистра. Необходимость установки сигнализаторов газа для этих котлов будет в целом отменена. Для того, чтобы не затягивать эту процедуру, мы уже своим распорядительным письмом в адрес подведомственных предприятий направим информацию о том, чтобы уже с понедельника применять эту процедуру на практике, не требовать у потребителей, у которых установлен дополнительный принудительный вентилятор в помещениях котельных, установки сигнализаторов загазованности. Для тех, у кого он уже установлен и которые смонтировали, соответственно, вентилятор, чтобы не требовать периодической поверки этих сигнализаторов. Ну, я думаю, что это будет серьезным поспорьем для предпринимателей. Замминистра отмечает вопрос, связанный с газовыми котлами, на встрече с президентом подняли предприниматели. Но решение поможет и населению. Сергей Алексеевич, Ваш комментарий. Хочется отметить, что действительно поступали неоднократные обращения со стороны предпринимателей, которые связаны с тем, что именно сама процедура ввода в эксплуатацию и самой эксплуатации обслуживания газового оборудования это достаточно дорогостоящая затея была. Под эту категорию в том числе попадали иногда и газовые установки, которые в быту не требовали никакого дополнительного обслуживания, скажем так, и внимания. То есть, грубо говоря, немножко неравные условия. Неравные условия были. У населения этих проблем нет, у предпринимателей почему-то... Это как с газоболотным оборудованием у таксистов, да? Примерно так же, да. Обычный водитель никаких проблем не имеет, если это таксист, то все это проблема. Раз в три года таксист, который эксплуатирует пять раз в день это оборудование заправляет и так далее, должен был проходить обучение раз в полгода. Примерно такая же идея и здесь. Давайте, в принципе, у нас есть идея попросить Российскую Федерацию провести у нас обследование, как они проводят по национальному рейтингу инвестиционной привлекательности регионов Российской Федерации. Это фактически аналог рейтинга doing business для того, чтобы понимать, где мы находимся и какие-то рекомендации получить. А зачем кому это нужно? Это в целом будет, скажем так, оценка инвестиционного климата в Приднестровье в целом. Какой бизнес интересно развивать непосредственно в данном регионе? Ну, даже... Скажем так. Это ведь сверху, как бы, грубо говоря? Это фактически, насколько комфортно чувствует себя бизнес вот у нас. Того или иного направления или в целом? Нет, это в целом. Там есть несколько показателей. Там простота открытия предприятия, сроки подключения к сетям, там, прохождения проектов. Это возможность получения кредитов, кредитный стакт. Там есть целый спектр, там целый механизм и методика проведения данного обследования. В Российской Федерации оно очень активно используется. И если российские коллеги проведут это обследование у нас, либо хотя бы покажут методику и какие-то узкие места проведения данного обследования, то было бы хорошо понимать, где мы находимся. Такая комплексная оценка, она достаточно информативная и носит также и рекомендательный характер, что же нам улучшать. Мы посмотрим, где у нас узкие места для того, чтобы уходить от и излишних барьеров, и для того, чтобы в целом отслеживать эффективность тех изменений, которые у нас происходят. Потом можно раз в полгода или раз в год проводить такого рода обследование и понимать, куда же мы движемся, вперед, назад и так далее. Это очень будет хорошим подспорьем. Очень давно поднимается проблема финансовой отчетности. Может быть, не только финансовой, а в электронном виде. Я так понимаю, тоже взаимодействие с Россией может помочь и в этом направлении. Здесь тоже вопрос не очень узкий. Он такой имеет широкий формат задействованных министерств и ведомств, которые могли бы получать эту отчетность. Вот у нас с 2013 года вводится электронная отчетность налогово-финансовая в Министерство финансов. Но есть определенные трудности с этим процессом. И надеемся, что после придания импульса процесс пойдет немножко быстрее. Что нужно? Есть определенные проблемы, связанные с возможностью передачи данных по каналам. И второе, с идентификацией сведений, подтверждением сведений передающихся. То есть это ключи, это электронная цифровая подпись. На законодательном уровне закон еще не принят. Его нужно принять для того, чтобы мы могли быстрее двигаться. Что касается статистической отчетности, то здесь есть проблемы с программным обеспечением самой государственной службы статистики. Там программное обеспечение морально уже устаревшее. Мы работаем на морально устаревшем программном обеспечении. И, соответственно, говорить о том, что оно может извне принимать какую-то информацию, да еще и с какими-то электронными подписями, пока тоже не представляется возможным. Нужно сначала поменять систему, а потом уже говорить о сборе этой статистической отчетности в электронном виде. Нам нужно работать в этом направлении, и мы будем двигаться в этом направлении. Ну, надеюсь, что в какой-то обозримой перспективе это сократит издержки как предпринимателей, не надо будет ногами ходить постоянно, сдавать эту отчетность. Так и сократит работу самих органов государственной власти. Ну, вот эта вот работа по, как бы, то есть шаги на встречу бизнеса, это регулярная, постоянная систематическая работа. Можно ли, как бы, заглянуть, что дальше? Сергей Константинович, может быть, вы с президентом обсуждали на, вот, знаем, что недавно были встречи. То есть какие направления, вот перспектива ближайшая, что? Ну, основные направления перспективы они как бы означены. Да, действительно, это планомерная систематическая работа. Начало которой было положено путем принятия концепции в целом государственной политики по поддержке малого среднего бизнеса, был, как уже говорил Дмитрий Сергеевич, создан механизм реализации данной концепции путем создания, наделения полномочий в данной области как исполнительных органов власти, так и создания совместных рабочих органов, в частности, это совет по малому и среднему бизнесу. А сам бизнес активен в этих вопросах? Безусловно. Безусловно. Да, достаточно активные предприниматели. Представители бизнеса общества принимают работу в участии данных советов, да, созданы рабочие группы по направлениям, где специалисты там или по бухгалтерской налоговой отчетности финансовой, либо по внешне эконом-деятельности, таможенному законодательству, либо по иным направлениям, да, участвуют и принимают очень активное участие. Ну, а направление, как я уже говорил, это действительно это упрощение снятия определенных административных барьеров для того, чтобы, с одной стороны, скажем так, государство обеспечивало комфортные условия для бизнеса и в то же время, чтобы бизнес работал в правовом, легальном поле. Очень тяжело работать, когда я еще ничего не начинаю делать, согласно действующим нормативам, ты уже в чем-то виноват, ты уже что-то нарушаешь. Это, конечно, неприемлемая ситуация для наших предпринимателей. Снижение надзорной нагрузки, технической нагрузки, проверки, отчеты. Да, да. То есть, чем проще понять неведение условия бизнеса, особенно, скажем так, это именно касается мелкого, среднего бизнеса, который в Приднестровье, средний бизнес тоже, это, скажем, такое понятие. Отсутствующая. Действительно, да, отсутствует фактически вообще, да. То есть, перегружать их по инерции, как раньше, крупные предприятия такими же требованиями, такими же нормативными, это, безусловно, нецелесообразно, это будет сниматься. Вектор на сегодняшний день задан, это законодательство Российской Федерации, для того, чтобы, опять же таки, для предпринимателя было понятно правила игры, по которым он будет вести свою деятельность. И третье направление, которое на сегодняшний день также систематически реализуется, это, учитывая те кризисные явления, которые на сегодняшний день существуют, это, в целом, государственная поддержка. Я имею в виду это и установление минимальных нормативов, размеров ставок по взыманию, допустим, оплаты за предпринимательские патенты, введение минимальных размеров РУМСЗП для расчетов данных патентов и так далее. То есть, по пожеланию предпринимателя, опять же таки, когда изучалась нагрузка на ведение мелкого бизнеса, были высказаны пожелания в части возможности регулирования арендных платежей со стороны муниципальных и государственных предприятий, которые создают свое имущество в аренду. То есть, тоже рассмотрена возможность применения минимальных коэффициентов для, скажем так, повышения деловой активности. Поэтому ряд мер государственной поддержки, в том числе в кризисных явлениях, тоже осуществляется, кроме снятия барьеров. Мы понимаем, что это меры, которые, то есть, когда сложно, ну, то есть, внешне экономические сложности известны, то есть, вот эти все точечные меры, это может быть и хорошо, но оно не даст эффекта вот сегодня-завтра. То есть, это не означает, что там, сейчас у нас 4 тысячи малых предприятий, что их станет 8 тысяч в следующем году. Результат следующий, что если сегодня 4 тысячи предприятий, чтобы завтра не было 2 тысячи предприятий, хотя бы 3 с половиной. Пусть все-таки не меньше 4. Ну, а если не меньше 4, это уже, значит, вообще положительно. Я хотел бы еще отметить, что действительно государство не находится в стороне проблем предпринимателей. Есть соответствующие механизмы поддержки налогового характера, есть налога некоторых государственных мер, в соответствии с которыми может предоставляться поддержка. Есть поддержка у государства, имеется возможность предоставления тарифной поддержки по тарифам на энергоносители, что также активно используется для поддержки крупных предприятий. В том числе мы видим, точечные меры предпринимаются и для активизации тех или иных, активизации экономической активности в тех или иных секторах. Большая проблема сейчас на валютном рынке и решение данной проблемы как раз таки будет подспорьем для того, чтобы активизировать экономическую активность. Это то, что бьет по всеми, по малым, по большим? Безусловно. Диспропорции на валютном рынке, дисбаланс, отсутствие, скажем так, разность между официальным и реальным курсом, они не способствуют развитию экономической активности, они, наоборот, ее снижают и уводят ее в тень. А вот смотрите, учитывая, что этот вопрос очень сильно политизированный, это понятно? Есть еще вопрос, есть еще, скажем так, концептуальные моменты, которые правительство постоянно пытается продвинуть. В частности, это и налоговая реформа, это и антимонопольное законодательство, это закон о внутренней торговле, где мы пытаемся, скажем так, нашу текущую именно системное, сделать системное преобразование в республике для того, чтобы, во-первых, сделать налоговую нагрузку на, скажем, разные секторы экономики справедливой, для того, чтобы не было злоупотреблений монополистическим положением в тех или иных сегментах и секторах, и в части валюты для того, чтобы у всех были равные возможности покупки валюты и не было перекосов в части возможности либо невозможности одних экономических агентов покупать валюту по одному курсу, других не покупать. Соответственно, для развития экономики нам нужны равные конкурентные условия как между разными экономическими агентами, так и между разными секторами в экономике. Вот тогда мы можем рассчитывать на поступательное развитие. – Ну что ж, как видим, работы еще предстоит очень много. Ну давайте попробуем подведить итоги. Вот если говорить о последнем пункте, который вы обозначили, вот налоговые изменения, то есть те самые масштабные, то есть, проще говоря, это стимулировать внутреннее производство, а не… Стимулировать в целом производство, а не импорт. Да, безусловно, уже с 2012 года правительство не раз выходило с инициативой об изменении налогового законодательства, налоговой реформе, но до сих пор мы не нашли поддержки со стороны депутатского корпуса и те преобразования, которые могли бы исправить ситуацию как с дефицитом бюджета, в какой-то длительной, среднесрочной перспективе, так и в целом уравнять правила игры на внутреннем рынке между разными секторами, так и простимулировать экспортоориентированные предприятия. Вот все эти предложения пока остаются без поддержки депутатского корпуса. – Сергей Константинович, давайте попробуем подвести итоги. Ваше мнение о том, все ли удается делать из того, что можно сделать? – Ну, скажем так, для поддержки малого и среднего бизнеса на сегодняшний день действительно реализуется большой объем мер, направления обозначены, цели ясны, стараемся. – Ну что ж, большое спасибо вам. Это была программа «Вовремя итоги» о поддержке развития бизнеса. Мы сегодня говорили с министром экономического развития Дмитрием Болтрушко. И также в студии у нас Сергей Бобров, уполномоченный по правам предпринимателей. Спасибо большое за беседу. – Спасибо. 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 Продолжение следует...